всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз опять связанный с ноутбуком Toshiba единственно в этот раз отличие Toshiba Satellite P300-226 ну и как можно догадаться то есть пришел очередной процессор будем менять процессор Core 2 Duo P8600 на Core 2 Extreme QX9300 то есть будем делать опять из сателлита Cosimo X300 ну если получится то есть продемонстрируем возможности так процессор пришел вот в такой упаковке как вы видите внутри находится китайская паста но мы ее использовать не будем будем использовать arctic cool mx4 которая была уже на моем канале и использовала для модернизации ноутбука Toshiba A661EM так ну и пришел вот такой вот процессор intel тут даже китаец поставил свою печать лучше если что-то не подойдет чтобы я не смог подменить процессор то есть ставит даже китайцы печать ну как понятно что данный процессор снят с другого ноутбука так ну и решился его поставить в ноутбук satelite P300 потому что ноутбук достаточно большой тема охлаждения практически совпадает с Toshiba Cosimo X300 ну и посмотрим заведется не заведет ну а всем манипуляции то есть вы увидите в данном видео прежде чем модернизировать ноутбук всегда нужно проанализировать тот модельный ряд ноутбук который выпускался под данным именем ну вот например Toshiba satelite P300-226 который мы модернизируем то есть было множество вариантов исполнения но один из вариантов P300-212 с окончания в моем ноутбуке ставился процессор P8600 ну а в этом ноутбуке ставился процессор T9650 причем если мы начнем скачивать BIOS то есть у этих двух ноутбуков то есть он один и тот же под версией 3 и 4 по размерам по внутренности совпадает если проверить соответствующими интеллектами сумму кэша BIOS одинаковый значит и этот процессор поддерживается данным BIOS но всегда хочется взять что-то лучшее и большее то есть вот есть линейка другая уже более высшего уровня а именно Cosmio X300 здесь тоже множество моделей ну и в одной из моделей ставили процессор P8600 то есть точно такой же как и в данном варианте так но в другом из вариантов то есть здесь ставили процессор трехядерный QIS 9300 вот он здесь почему-то не отображается но можно найти на просторах интернета полную конфигурацию производитель здесь почему-то не указал да кстати у этих двух ноутбуков разные BIOS и ну и еще вот обозначение у них немножко разное здесь отличается в цифрах 31 и 32 ревизия последняя буква обозначает для каких стран производит на буква Е Европа ну и если посмотреть на исходный вариант практически вроде как все совпадает ну и за исключением то что здесь используется память DDR3 а здесь DDR2 но ноутбуки поддерживают ту же самую шину 1066 МГц то в этом случае то и в этом случае хочется конечно установить что-то побольше идем соответственно в закладку кпу апгрейд ну и находим там свой процессор ну и есть варианты замены ну и в частности вот например в 212 ставился Core 2 2 T9550 где вот приводятся данные характеристики ну и степпинг соответственно и нулевой ну и если посмотрим на Core 2 Extreme QIS 9300 4 ядерник здесь тоже чистота шины вроде как совпадает но единственное отличие мощности тепловыделения 45 ватт но причем есть степпинг Е нулевой тоже самый по идее должен подходить но не факт то есть где-то 50-50 причем как говорят то для 4 ядерников до первого поколения интелов должна была быть отдельная ветеринская плата соответственно если у вас был какой-то 4 ядерник например это то вы имеете право менять на больший вариант а если у вас был 2 ядерник то соответственно меняется на 2 ядерник но проверить конечно хочется вдруг Toshiba сделал универсальную ветеринскую плату и подходит для данных случаях тем более но он здесь вот приводится отдельной строкой характеристикам сначала первый вариант для 212 то есть здесь вот вопросов нет он будет поддерживаться и его можно устанавливать ну и вот второй вариант приводится закладочка с 4 ядерником практически здесь тоже вот все совпадает ну за исключением там кэшов уровней и так далее ну и тепловая схема питания разная причем ну здесь больше сила тока по сравнению с сателлитом P300226 ну зато если мы ставим T9900 то соответственно здесь показывается сравнительные характеристики на каком месте находится относительно всех процессоров включая мобильные включая стационарные включая как intel так и так ну и здесь практически совпадающие характеристики на исключение тоже там кэшов того-то уровня ну и размеры самого кристалла ну и также в энергопотреблении вообще производительность возрастает на 38,7 процентов если поменять так ну игры мы не будем рассматривать и того связи с тем что превышает на 38,7 процентов то устанавливает рекомендует этот процесс то при сравнении того же самого процессора который стоит в сателлите P300226 с 4-х ядерником ну тут уже ситуация немножко другая как видим место в рейтинге более высокое и приближенное здесь вот тоже практически все совпадает из-за исключением размеров и кэшов ну и количество ядер но зато вот общая производительность на основании проведенных тестов уже возрастает на 201,7 процент в сравнении с предыдущим это более существенная как бы модернизация практически в три раза быстрее но и всегда хочется поставить лучший процессор но не всегда это возможно сделать из-за технических характеристик и того ноутбука куда вы захотите ставить четырех ядерник еще раз говорю что до первого поколения лучше ставить те процессоры которые соответствуют исходному там 2 ядра значит на двух ядерники ставить ну а если четырех ядерник вам повезло то ставить соответственно четырех ядерник ну и давайте попробуем сейчас установить ну и запустить ноутбук данным процессором и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В результате, как видим, у нас четырехъядерник QX9300 не завелся. Ставим Intel Core 2 Duo T9900. То есть как это все происходило, есть видео на моем канале, так что для всех нуждающихся можно посмотреть. Так, ну а четырехъядерник вернулся в Китай, то есть деньги были возвращены, в том числе и за доставку до Китая. Так что кому данное видео будет полезно при апгрейде вашего ноутбука. Да, ну и еще один момент. Рекомендую вот этот вот сайт, форум. Ну и здесь можно найти те рекомендации для установки тех или иных процессоров. Главное знать чепсет ваш. То есть, ну в данном случае в ноутбуке было PM45. То можно установить, какой тип памяти, в каком объеме. Ну и рекомендуемые установки типов процессоров. Ну и один из них тот, который рекомендуется. Да, ну и тут показано, что при желании, конечно, можно установить на данный ноутбук четырехъядерник. Но нужно колхозить с материнской платы. Ну а сами понимаете, любой колхоз в конечном итоге может закончиться печально. Поэтому для данного ноутбука, то есть был установлен процессор Core 2 Duo T9900. Производительность возросла на 37-40% вместо трех раз. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всех удачных покупок, распаковок. До следующих видео. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон»